Девочки, всем огромный привет! Это Женя. Как всегда, рада вас видеть на своем канале. И кто меня еще не знает, то мой канал о позитиве, о веселом и здоровом образе жизни. Добро пожаловать! Как вы видите, сегодня я без косметики, решила сделать такое болтательное видео. Буду краситься, с вами болтать и отвечать на какие-то вопросы. Поэтому, если вам такой формат по душе, то обязательно мне пишите в комментариях. Ну и перед тем, как я начну... А, хотела вам показать. Смотрите, я сейчас одела вот такую вот маечку. Я ее купила в Индии, когда я была на Гоа. Тоже я вам рассказывала, как там было кайфово. Если хотите, могу вам сделать еще одно видео и рассказать поподробнее. Короче, стоила она вообще ничего. Выглядит такая стильная, я вообще ее обожаю. Но вот давно не носила, надо будет мне как-то это... Войти во вкус и начинать опять ее носить. Короче, перед тем, как я начну, хочу зачитать комментарий одной из вас. Мне этот комментарий очень понравился. Он такой тоже веселенький, позитивненький. И вот послушайте, на одно из видео мне девушка написала. Классная подача информации. Темы на века. Живи в кайф, борись за жизнь в кайф, работай в кайф, умри в кайф. А что останется без безжизненная планета и останки человечества зато в кайф? Хороший контент смогу смотреть миллионы лет, если человечество выживет. Желаю тебе глаголить истину для жизни, а не наоборот. Подними глаза, какое красивое небо, миллионы галактик, а мы стремимся исчезнуть, но в кайф. Короче, девчонки, мне очень нравятся такие комменты. Я считаю, что вообще жить надо в кайф, смотреть на любую ситуацию как можно более позитивно. И жизнь такая короткая, но столько есть всего красивого в этом мире, что просто я считаю, что не надо зацикливаться на какой-то негативной информации, которая поступает в нашу жизнь. Понятно, что не всегда мы можем так поступать, но как бы стараться как можно больше улыбаться этому миру. И я считаю, что вот эти все энергии галактик обязательно нам вернут эту хорошую энергию. Итак, дальше поехали. Кстати, как у вас дела? У нас тут в Израиле обстановка не особо приятная. Есть намного больше больных коронавирусом, чем было до, ну скажем так, 2 месяца назад. Вот думают, что делать теперь. Не знаю, как у вас в России. Ну что, давайте потихоньку начинать краситься. Если у вас есть какие-то вопросы насчет моих каких-то косметических штучек, то тоже задавайте. Ну я вам в принципе буду рассказывать. Давайте разберем следующий вопрос от Александры. Она пишет мне, привет, Женя. Спасибо за твой канал, позитив. У меня вопрос, как ты думаешь, почему появился рак у тебя? Разбиралась ли я в этом? Был ли какой-то врач, который вместе со мной пытался в этом разобраться и так далее? Ой, я уже много раз говорила, что ни один из врачей не разбирается в этом вопросе. То есть их в принципе не особо волнует. Почему и как у вас появился этот рак? Они считают, что это все либо генетически, либо просто вот так вот с неба это на вас напало, и вы просто вошли в какую-то не очень удачную статистику. Но я в этом не согласна. Я думаю, что, конечно, бывают и такие варианты, что каким-то образом из-за генетики вы заболели, но это совершенно не значит, что если у вас есть ген, то вы обязательно заболеете. То есть что-то этот ген в любом случае спровоцировало. Например, у меня есть две знакомых, у которых у обоих тоже есть этот ген рака молочной железы, и им сейчас уже под 50, и ни одна из них не заболела. Но тем не менее, я заболела раньше. То есть я считаю, что все-таки есть какой-то провокатор этого гена, а не просто так вы заболели, просто потому что вдруг в один прекрасный день такое случилось. У каждого, конечно же, своя причина. Я уже говорила, что я считаю, что нестабильное моральное состояние, когда постоянно вас что-то гложет изнутри, или у вас есть какие-то негативные мысли, или вы находитесь в каких-то не очень хороших отношениях. То есть это все может с годами спровоцировать какую-либо болезнь. Почему это случилось у меня? Во-первых, в то время я помню, что я брала противозачаточные таблетки. И как только я их перестала брать, то буквально за считанные месяцы у меня появилась опухоль, причем достаточно быстро она у меня развелась. Развилась, развелась. И я считаю, что у меня, помимо того, что я носитель гена, у меня еще был гормональный сбой. И это дало о себе знать. Поэтому я считаю, что вообще все эти противозачаточные штучки и вот эти все игры с гормонами, это, конечно, не есть хорошо. Вторая причина, по которой я считаю, что я заболела, это потому, что я долгое время не занималась своим любимым делом. Потому что я занималась больше... У нас был бизнес по развитию рекламы в Фейсбуке, в Гугле, в Ютубе. Я строила интернет-сайты. И тоже у меня было очень много нервов у меня уходило на этот бизнес. Но я понимала, что в любом случае я это делаю просто для того, чтобы, скажем так, выжить, но не из-за того, что мне это дико нравится. Кстати, хорошенький карандашик Анастасия Беверли-Хиллз очень мне нравится. И это происходило годами. То есть это было примерно с 2008 года и по... Ну и до того времени, когда я заболела. То есть было очень много стресса, постоянно переживали. Заплатит клиент, не заплатит клиент. Были времена, когда вообще мы жили очень-очень скромно. Если бы вы видели, в какой квартире я жила в Тель-Авиве, вы были бы просто в шоке. Моя мама постоянно не понимала, как я могла жить в таких условиях. Почему-то вот люди думают, что если у человека есть какой-то бизнес, или он какой-то там частный предприниматель, то он обязательно, я не знаю, какой-то миллионер. Но на самом деле, особенно в Израиле, развить свой бизнес очень тяжело в плане того, что платишь очень много налогов. Ты еще не успел вообще встать на ноги, уже тебе присылают какие-то бумажки. А клиенты, вы же понимаете, они всегда платят вовремя, а ты зависишь от своих клиентов. И для того, чтобы их удержать, ты не говоришь им сразу, да, давайте поплати всю сумму. Ты ждешь спокойненько. Ты не хочешь им показывать, что ты нервничаешь, что у тебя финансы не особо такие хорошие. Поэтому это, конечно, я вам все рассказываю вкратце. То, что было у моего мужа, вот эти бессонные ночи, постоянные работы на выходных. Я очень много времени проводила со своими друзьями, со своими родителями, потому что мой муж должен был постоянно работать. Он хотел прямо, я не знаю, успеть все и вся. И это, конечно, мне тоже очень сильно мешало. Поэтому я вот связываю эти две вещи как провокаторы моей болезни. То есть, еще раз, стресс от бизнеса и недовольство тем, что я не занимаюсь тем, что я люблю. И плюс вот этот гормонный сбой. Ну, вот как-то так. Я не знаю, пишите, почему вы думаете, что у вас... Почему вы заболели? Мне тоже будет очень интересно. Мы с вами эту тему обсуждали насчет стресса. Я еще хотела сделать отдельное видео, потому что сегодня уже есть факты, которые подтверждают, что стресс очень сильно влияет на любые виды болезней. Вот так вот, девочки. Пишите мне тоже, если у вас был какой-то свой бизнес, если вы чем-то занимались как частные предприниматели. Поэтому и сейчас я хочу заниматься тем, что мне нравится больше, развивать свою клинику, заниматься альтернативной медициной, составлять меню для людей, чтобы правильно питались, именно для онкобольных. И я бы очень хотела сделать огромные скидки именно для онкобольных, потому что я не хочу зарабатывать на людях, которые оказались в такой тяжелой ситуации, поэтому хочу по максимуму помочь. И я считаю, что это мой смысл жизни. Далее зачитываю вам такой комментарий. Мне тут пишет девушка. Девочки, болезни вызываются закислением крови. Чтобы оздоровить организм, нужно ощелачивать организм с содой, с яблочным уксусом и питаться растительной пищей. Каннабис – это наркотик. Как бы вы его ни обожали, именно поэтому он запрещен в свободной продаже. Подсядьте на каннабис, потом захотите кокаин. Полагаться на физическую зависимость очень глупо. Ну, давайте по порядку. Вначале я хочу начать с того, что я согласна 100%, что когда закисляется кровь, тогда начинаются различные проблемы в нашем организме. И правильно, что да, можно употреблять действительно яблочный уксус. И все это очень правильно и очень хорошо. Если вам такое интересно, то я сделаю вам тоже отдельное видео. Я не буду сейчас вам говорить, как пить этот яблочный уксус, потому что я хочу еще раз посмотреть то, что я изучала, и чтобы информация была хорошей и надежной для вас. Но я с этим 100% согласна. Есть определенная пища, которая закисляет нашу кровь, как, например, кофе, как, например, молочные продукты, как, например, мясо. Опять-таки я не говорю, что вообще его не надо употреблять, но по минимуму, ну, скажем так, животного происхождения еду лучше употреблять 2 раза в неделю, где-то так, ну, максимум 3. И да, как можно больше питаться растительной пищей, с этим я тоже согласна 100%. Насчет каннабиса я тут не соглашусь. Смотрите, я знакома с очень многими онкобольными, как вы помните, я занималась волонтерством, и встречала очень много людей, которым каннабис не то что помог, он их просто вытащил из бездны. Я считаю, что человек, который, ну, смотрит объективно на ситуацию, он никаким образом не подсядет на этот каннабис, тем более, если вы его, например, употребляете в виде каких-то капель или в виде масла, ну, и вообще в любом виде. То есть я никого не видела из онкобольных, которые подсели на этот каннабис, но зато я видела онкобольных, которые вылечились, меняя свое питание и пользуясь именно маслом Рика Симпсона. Я не знаю, слышали ли вы об этом. Короче, это масло готовится определенным очень способом. Я его не употребляла, потому что в то время я еще не так в этом понимала. Но сейчас я бы с удовольствием его попробовала, но, к сожалению, у меня мою лицензию, ну, она уже как бы неэффективна. Мне сейчас не дают разрешения на то, чтобы покупать дополнительно каннабис. Но я хочу подать документы, чтобы, ну, обратно получить эту лицензию. Короче, если это употребляется с умом, то вы на это не подсядете. Какой там кокаин, господи, какой там больной будет думать о кокаине. Он будет думать об оздоровлении своего организма, понимаете. Это то же самое, что сказать, не выпивайте бокал вина на праздник, иначе вы станете алкоголиком. Ну, это же от нас зависит, правильно? Поэтому я таких людей, честно, не встречала. Я уже не говорю про какую-то молодежь, которые там с 15 лет обкуриваются и чем-то, я не знаю, не особо чистым, не такой, как каннабис именно медицинский, то, может быть, они на это и подсядут. Но с этим, как бы, я не особо согласна. Кстати, девочки, я так обожаю вот эти тени от Мэг. Они называются Финджан. А еще есть такой же, ну, похожий цвет, называется Хоукс. Хоу, я не знаю, как это сказать, напишу вам внизу в description. Он такой, знаете, оригинальный цвет, такой интересный, вроде ты подкрашена, вроде нет. И вот на каждый день я очень люблю его использовать, когда у меня есть силы. Когда нет, я просто вот так вот делаю бронзером. Вы уже видели в моем другом видео. И вперед. Также очень часто вы мне задаете вопрос про витамин D. Стоит ли его брать, не стоит ли его брать, что с ним делать? Вот это, знаете, такой вопрос тоже. Нет какого-то одного ответа. Конечно же, если у вас есть возможность, лучше выходить на солнце, находиться там где-то по полчаса, то, что я делаю. И это самый лучший витамин D, это укрепляет наши косточки. Именно это, оно никак не молочные продукты. И, ну, это, конечно, самый лучший, идеальный вариант. Я просто видела несколько опытов, которых ставили именно на людях, которые брали этот витамин D, и говорили, что он может мешать кальцию впитываться в организм, и вообще, как бы это не есть хорошо. Я, если честно, не знаю, как вам ответить на этот вопрос, но если выбирать витамин D, то лучше, чтобы он был качественный, чтобы он был проверенный. Та фирма, фирма, бренд, на который вы можете положиться. И я думаю, что если уж вы решились, то можно его попробовать попить, скажем, месяца два, и посмотреть на реакцию вашего организма. Если вы чувствуете, что что-то не так, то можно перестать его пить. Но вот такого одного ответа я вам не могу дать. Да, девочки, достаточно медленно мы с вами продвигаемся. Но на самом деле, когда я не болтаю, естественно, это все быстрее. И вот я купила кое-что в фирме Smashbox, и мне дали вот такую вот тушь. Вы не представляете, какая она классная. У него такая силиконовая кисточка, и она красит офигительно. Я вот сейчас накрашу, а потом это приближу, чтобы вы посмотрели, какой эффект она делает. Просто офигенная. Сейчас, минуточку. Один глаз накрашу, и перейдем на следующий вопрос, который уже не на тему болячек, а на тему того, как мы переехали в Израиль. В принципе, можно сделать на эту тему отдельное видео, но раз уж я уже села, и мы с вами болтаем, то я думаю, что это будет очень даже к месту. О, не знаю, видно ли разница на камеру, не видна. Итак, вопрос был такой. Женя, спасибо, очень интересно. Расскажи, а, например, история, это тоже предмет по выбору? А были ли какие-то предметы, которые нет у вас в школе? Например, психология. Типа у нас в школе в России. Психология семейных отношений, еще какие-то предметы. Ну, во-первых, история нет. У нас это был предмет не по выбору. Мы все учили историю. Предметы по выбору, я уже вам говорила, это в старших классах. Там мы выбираем два предмета, которые хотим изучать, и изучаем их углубленно. То есть не все учат физику, химию в старших классах, а только те, кому это интересно. Я уже говорила, что я считаю, что это правильно, потому что, ну, зачем тратить время, если вы все равно не будете использовать эти знания в своей будущей жизни, не будете это изучать. Поэтому уж лучше тогда углубляться в то, что вам интересно. Психология в моей школе не было, но у нас был один класс, который углубленно изучал компьютеры. Потом, ну, типа такой информативный, да, класс. Потом у нас был класс, который был именно спортивный, то есть они больше времени уделяли. У нас было это волейбол, вот я помню. А еще в другой школе там учили театральное искусство. Вот жалко, что я туда не попала, потому что это больше всего мне по душе. А так психология, я не знаю, может, есть какие-то школы, в которых это изучается. Еще у нас есть такие, знаете, особенные школы для учеников, которые, ну, не особо хорошо успевают, и им хотят дать сразу какую-то профессию. Например, там, я не знаю, визажиста, парикмахера. Тоже есть такие варианты вот в школах, где изучают именно это. То есть ты заканчиваешь школу, и у тебя уже есть какая-то профессия. Дальше, что мы будем делать? Давайте-ка подкрасим немножечко щечки, чтобы они были румяненькие. Маком. Мэком, маком. Вы любите, кстати, косметику Мэк? Я очень люблю. У меня она годами. Надеюсь, не сильно я намалевалась. Ну и давайте, наверное, обсудим последнюю тему на сегодня. Многие из вас интересовались, служила ли я в армии, и вообще, как это все происходит. Ну, в армию призывают всех, абсолютно всех израилетян после старших классов, 18 лет. Вначале они вам высылают такое приглашение, для того, чтобы вы пришли, чтобы вы приехали в офис, там делают вам такой, как экзамен, проверяется ваша IQ и ваша физическая готовность. То есть, они смотрят вообще глобально, кто вы, что вы, что вы умеете делать, и уже после этого высылают вам различные варианты, где вы можете служить, и вы уже выбираете из этих вариантов. Я тоже, то же самое было и со мной, мне это прислали, я прошла все экзамены, у меня была и физическая активность очень хорошая, но я тогда еще не понимала смысла того, как бы я не хотела идти в армию, я думала, лучше я пойду учиться, чем я буду тратить 2 года из своей жизни для того, чтобы служить. И у меня не было представления, что в армии, в принципе, ты можешь получить какую-то профессию, ты можешь продвигаться дальше, ты можешь строить карьеру, и вообще это может помочь в твоей дальнейшей жизни, особенно, знаете, это хорошо для людей, которые там, я не знаю, лентяи, или у которых, которые не умеют вовремя приходить на работу, вовремя вставать, то есть вас очень это хорошо готовит к следующей жизни, хотя они все со мной согласны, но я считаю именно так. Когда я прошла все эти экзамены, то у меня была хорошая оценка, у меня были различные варианты, то есть я не знаю, как это сказать на русском, но мне прислали где-то 5 вариантов, куда я могу пойти и служить своей, ну, своей, да, родине, потому что теперь у меня 2 родины, и Израиль, и Россия. Но тогда я об этом ничего не понимала, я думала, что я трачу свое время, и, короче, я собрала различные документы из-за того, что я как, типа, кормилиц в семье, потому что тогда была только я и мама, и что у моей и моей нужна помощь, я должна работать, а когда вы в армии, вы либо вообще не можете работать, вам нельзя это делать, либо вам дают какие-то там, ну, совершенно мало количества часов в месяц, которые вы можете работать, и там, ну, ничего вы особо-таки не заработаете. Ну и все, и меня от армии освободили. Тогда я не понимала, ну, я считаю, что если бы я пошла бы все-таки в армию, то я, наверное, бы занималась чем-то интересным, что я бы, наверное, продолжала свою карьеру в армии, вполне это возможно. Проблема в том, что многих девушек сразу отсылают в каких-то, знаете, ну, какие-то должности, там, секретари, и кажется, что, ну, зачем мне тратить время на такую ерунду? То есть я могу учиться, я могу заработать деньги, я могу поехать куда-то там в Таиланд, у нас очень многие израильтяне так делают, уезжают после, например, армии или до армии на целый год куда-то путешествовать по миру. Ну, вот так вот. А я думаю, что у меня был как раз-таки очень хороший потенциал, поэтому я думаю, что люди, которые только приезжают, новые репатрианты или израильтяне, которые не хотят служить в армии, они должны создавать какую-то такую группу, которые вас приглашают и объясняют, что хорошего может быть для вас, если вы будете служить в армии. Вот как-то так. Мои друзья все служили в армии, практически все, и кто-то был на каких-то интересных должностях, кто-то был не очень на интересных должностях, и, конечно, есть еще военные войска, которые прямо идут в газу и не только, то есть они прямо воюют, да. Ну, девушек там, конечно, мало, но вы, если вы сильно хотите, то вы можете добиться своего. Моя мама, конечно, была в шоке, потому что я помню, что я ей говорила, либо я иду в армию, уже иду до конца, то есть хочу воевать, либо вообще не пойду, и мама не хотела подписывать этот документ, потому что если у вас один ребенок в семье, то родители должны подписать согласие на то, что вы будете в военных войсках. Ну, понятно, что моя мама это не подписала, ну, и, короче, я решила не идти в армию. Есть очень много различных, как вам сказать, не то что вариантов, то есть многие мои друзья какие-то говорили, что это трата времени, какие-то говорили, что им это дало очень многое по жизни. Есть люди, которые, как я говорила, уже прямо учатся там на профессию и выходят из армии, и уже многие двери во многие заведения у них открыты. Поэтому это такой философский вопрос. Конечно, вопрос в том, вообще что вы делаете в армии. Если это просто сидеть и быть секретарем, то я считаю, что это действительно трата времени, но для меня, я думаю, я бы это использовала на все сто. Поэтому нет, я, девочки, не служила в армии. Давайте подкрасим губки. И продолжим уже нашу болталку в какой-то другой день. Ну, вот такой мейкап у нас получился. Давайте я вам покажу вблизи вот эту тушь, как она работает вообще. Мне она очень понравилась. По-моему, делает офигительно длинные реснички. На! А, еще, девчонки, хотела вам показать. Я заказала вот такую вот палетку, которую очень-очень давно хотела. Напишите, если вам интересно будет видео, как я делаю мейкап с этой палетки. Обалденные цвета. Фирмы Too Faced. Ну, вроде как я готова. Можно вообще распустить волосики. Обязательно пишите, если вам такое видео понравилось, болтательно, если вы хотите еще таких видео. Ну и все. Я готова и могу собираться и начинать свой день. Желаю вам прекрасного настроения, здоровья. И увидимся в следующем видео. Пока-пока.